Ты знаешь, даже псы бывают тоже разные. Скажем, какой-нибудь питбуль. Ну, блин, не врежешь ему патинком. Слишком опасная псина. Вот Кадыров, он даже не такой, понимаете. Это такой пёс, который не питбуль, вообще не питбуль. И даже не кавказская овчарка. Чей? Разве всё, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой. У нас много чего должно было быть. Но не всё так, как показывают по ЧГТРК. Уже кажется, что это какая-то обычная жизнь. На самом деле нет ничего подобного. В этих странах тяжело себе такое представить. Если тебя будут оскорблять, тебя будут пытать. Опять-таки, не исключено ничего. Везде могут быть какие-то случаи вопиющие. Но здесь, если такое произойдёт с тобой, не дай бог, ты можешь добиться справедливости. Этих людей привлекут к ответственности. Хотя я никогда ещё пока не сталкивался с ничем подобным. Это правда. Многие проходят через это. После операции к тебе подходят, просят деньги за наркоз и за всё остальное. Даже женщинам, которые ножницу подают, оперирующему должен заплатить. Это подтвердит любой житель нашей республики, который сталкивался с этой здравоохранительной системой. Кто либо сам лечился, либо кого-то из родственников лечил в этих больницах. Это вообще, понимаете, это настолько прогнившая такая система. И она не лечится. Там нужна не реформа, там нужна революция полная. Полностью нужно всех вот этих руководителей, сегодняшних всяких главврачей и так далее, всех их нужно массово убирать, на их место ставить совершенно других людей. Нужно жёстко пресекать любые проявления этой коррупции, чтобы показать, что это прощено не будет. Только так нужно это всё как бы исправлять. А люди уже привыкли к этому. Вы поймите, что эта система, когда она годами существует, человек к ней привыкает. И он уже думает, что это норма. Он думает, что это нормально. Ну как тебе же? Ну тебя лечили. Ты поэтому заплатил. Всё как бы верно. Ну тебе же операцию сделали. Он же там что-то, значит, какие-то расходные материалы же там были. Он должен за них, значит. Понимаете? Вот так вот люди. И здесь вот очень важно не путать. Есть реально какая-то оплачиваемая часть? Да, как, например, стоматология, допустим. Причём какая стоматология? Когда ты себе там хочешь отбелить зубы, поставить себе там имплантант какой-нибудь, да. Разумеется, ты за это платишь. Это вот платная медицина. Но когда ты приходишь с конкретной болью в зубе, и тебе, значит, смотрят и говорят, зуб надо удалять, потому что там уже всё. И за вот это вот удаление у тебя деньги брать не должны. То есть это уже как бы скорая медицина, которая должна оказываться человеку в рамках его страховки, если в государстве существует страховая система. Если нет, если все эти услуги оказываются государством, опять-таки это должно быть бесплатно. Врач за это должен получать зарплату, которую он и так, кстати, получает, но почему-то ещё с людей берёт деньги. Вот как в Европе в основном устроено? Здесь у тебя есть страховка. В эту страховку входят конкретные услуги медицинские. То, что в эту страховку входит, ты за это ничего не платишь. Если у тебя страховка такая, что ты платишь какую-то часть, а за остальное за тебя страховка, такие варианты тоже есть, то да, опять-таки есть вот это. Но это касается тоже не вот этой скорой какой-то. Если у меня вот проблема, я сейчас пошёл в... Здесь это как вот... Как у нас вот 9-я горбольница приёмная. Вот здесь есть такая, это отдельная какая-то, типа скорой помощи. Ты приходишь туда, и вот если тебе реально нужна срочная помощь, у тебя температура, там головная боль, что-то там у тебя в животе. Ты за это ничего не платишь. Тебя осмотрят, возьмут все необходимые анализы, сделают, пропишут там тебе что-то, если надо прооперировать, очень быстро прооперируют. В общем, окажут тебе всю необходимую помощь первую. Но какие-то там плановые, типа, знаете, лечения, профилактические какие-то действия, вот это всё, разумеется, уже будет либо в рамках твоей страховки, смотря какая она у тебя, в странах, где существует система медицинского страхования, в тех странах, где её нет, где государство оплачивает, там ты будешь из своего кармана подобное делать. У нас же, у нас всё вообще, у нас нет, я же говорю, люди к этому привыкают, люди уже начинают забывать, вот у нас люди же привыкли к тому, что тебя, если в отдел забрали, то тебя там убьют. У нас уже многие к этому привыкли, молодёжь уже не видит в этом какой-то чего-то неординарного, тебя там оскорбляют, уже кажется, что это какая-то обычная жизнь, на самом деле нет, ничего подобного. В этих странах тяжело себе такое представить, если тебя будут оскорблять, тебя там будут пытать, здесь, опять-таки, не исключено ничего, везде могут быть какие-то случаи вопиющие, но здесь, если такое произойдёт с тобой, не дай бог, ты можешь добиться справедливости, этих людей привыкнут к ответственности, хотя я никогда ещё пока не сталкивался ничем подобным. Саваб, вы оптимист, вам известно, что такое депрессия, у вас крепкие нервы, хотите проверить степень оптимизма и крепость нервов, езжайте в Чечню и лечитесь, у нас незабываемые впечатления вам будут обеспечены. Бараглоу фигум, братья. Когда меня оперировали в Чечне, я спросил у врачей, разве всё, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой, у нас много чего должно было быть, но не всё так, как показывают по ЧГТРК. Саваб. Смелость Кадырова это смелость собаки, которая чувствует за спиной хозяина и кидается на кого он скажет фас. Если вырезать, если врезать псине команным ботинком в морду, пёс, поджав хвост, бежит к ногам хозяина. Ты знаешь, даже псы бывают тоже разные. Скажем, какой-нибудь питбуль, ну, блин, не врежешь ему ботинком. Слишком, слишком опасная псина. Вот Кадыров, он даже не такой, понимаете, ещё такая, это такой пёс, который, ну, не питбуль, вообще не питбуль, и даже не кавказская овчарка. Это другая порода. Это скорее даже не породы. Это такая дворняга, которой с удовольствием хочется врезать морду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok